Здравствуйте, мои дорогие! Это все еще Сергей Немчинский, основатель SEO учебного центра программирования FoxMinded. В этом выпуске обзор новостей Java, сокращение GitLab и уже по традиции в конце новостей говорим о ChatGPT. В этот раз он нацелился заменить врачей. Поехали! Hibernate. На прошлой неделе вышло три новых релиза Hibernate Orm. В версии 6.2 добавили поддержку разбиения таблиц с помощью мэппинга ключей разделов с использованием новой аннотации Partition Key. А в финальных релизах 6.1.7 и 5.6.15 исправили несколько серьезных багов. Eclipse VertX. В ответ на ряд багов, обнаруженных в версии 4.3.7, была выпущена Eclipse VertX 4.3.8. В новом релизе устранили уязвимость, влияющую на веб-приложение VertX. Kotlin. Интерфейс компилятора Kotlin под кодовым названием K2. будет объявлен стабильным с выпуском Kotlin 2.0. K2 был доступен в качестве предварительного просмотра с Kotlin 1.7, но находится в активной разработке уже более двух лет. Ну что ж, фанаты Kotlin'а должны радоваться. В Hibernate, как обычно, все изменяется, продолжается, VertX развивается. В принципе, Java как Java. Все всегда как обычно. GitLab сокращает 7% сотрудников. В компании пояснили, что это вынужденные меры. Они необходимы для сокращения расходов в условиях глобального экономического спада и перехода многих партнеров платформы к более консервативному инвестированию. Читай перестали разбрасывать деньги налево и направо. Руководство GitLab заявило, что это было очень трудным решением. Оно также стало неожиданным для некоторых из разработчиков, включая многих талантливых членов команды платформы. GitLab выплатит уволенным сотрудникам 4 месячных оклада в качестве компенсации. Сохранит на полгода медицинскую страховку, а также оставит работникам их рабочие компьютеры и технику. GitLab просто лапочки. Честно говоря, одно сохранение медицинской страховки выглядит прикольным. Подаренная техника, ну прям вообще ми-ми-ми. Молодцы. Ну а по поводу сокращения штатов, я думаю, тут много разных версий есть. Я думаю, вы на предыдущем стриме с Викой Придаткой слышали ее версию по поводу сокращения в больших компаниях, что они просто хотят немножко сбить рейты у разработчиков, которые совсем зажрались. Тоже версия. Не знаю, не знаю. Но то, что есть экономический спад, и он приводит к сокращениям во многих ведущих IT-компаниях, я думаю, для вас не новость. Вы решили перейти работать в IT и стоите перед выбором первого языка программирования? Чтобы выбрать язык, который нравится лично вам, нужно попробовать 1, 2, а лучше 3 на практике. Можно начать с Пайтона. Этот язык популярный, его довольно легко понять и освоить. Кроме того, Пайтон универсальный, его применяют и в веб-разработке, для создания приложений, для машинного обучения и анализа данных. Зная Пайтон, можно писать код, а можно работать дейто-аналитиком. В любом случае, без работы вы не останетесь. Приходите на наш курс Python Start, чтобы попробовать Питона на зуб. Это экспресс-курс, только самое основное. Зато вы точно поймете, насколько вам нравится Пайтон и хотите ли вы с ним работать. Вот она, ваша дверь в IT. Входите на курс по ссылке под этим видео. Google добавит телеметрию в инструментарий для языка Go. Она появится в утилитах командной строки, в том числе Go-компиляторе, приложения Go PLS и Go Valm Check. Сбор сведений будет ограничен только накоплением информации об особенностях работы утилит. То есть, телеметрия не будет добавляться в пользовательских приложениях, собираемые при помощи инструментария. Оригинально придумали, если честно. Google предлагает новую архитектуру прозрачной телеметрии. Magic. Суть в том, что при оценке потребляемого инструментарием трафика планируется учитывать счетчик данных в килобайтах за весь год. Все собранные данные будут публиковаться в открытом доступе. Конфигурация сбора телеметрии будет автоматически генерироваться на основе списка активно отслеживаемых метрик. Сбор будет обслуживаться в прозрачном логе аудита с верифицируемыми записями. Но Go, как и весь Google, всегда идут, как говорится, одни в ногу, весь остальной рынок не в ногу. Go всегда был леворезьбовым языком и так и продолжает оставаться. Мы сделаем все не как у людей, а так как считаем правильными. Интересный подход, как минимум. У меня лично это вызывает уважение, но легкие опасения истерия этого еще удобно будет. Выглядит как-то очень странно, на мой взгляд. Ну, короче, если вы Go-разработчик, скажите, как вы относитесь к такому странному варианту, на мой вкус. Ну, в общем, я не понял. Mozilla выпустит Firefox для iOS со своим движком Gecko, когда Apple снимет ограничения. Я бы сказал, если. Хотя в App Store уже доступны сторонние веб-браузеры, включая Firefox, все они должны использовать механизм просмотра WebKit. Mozilla пока изучает требования, которым нужно соответствовать, чтобы добавить браузер на Gecko. В то же время Управление по конкуренции и рынкам Великобритании заявляет, что Apple своими требованиями замедляет рынок браузеров. Я с ними, кстати, согласен. Вероятно, что регулятор обяжет компанию разрешить сторонние механизмы просмотра веб-страниц в App Store. Цитата. Мы соблюдаем политику магазина приложений Apple для iOS и просто проводим некоторую исследовательскую работу, чтобы выявить технические проблемы для браузеров на основе Gecko на случай, если эта политика изменится, сказал представитель Mozilla. Честно говоря, Apple, с одной стороны, я понимаю, честно говоря, чем они руководствуются. И серии, у нас все должно зашибенски работать. Поэтому ничего, кроме того, что мы разработали, у вас не будет. Поняли? Зато у нас все будет работать, все прям замечательно и замечательно. Потому что мы сказали, что работало вот так. Вы новый механизм придумали? В пенедите. У нас все хорошо и по-своему. Ну, честно говоря, выглядит как-то очень брутал. И действительно, я тут, конечно, с ограничителем, ну, британским, согласен. Тут Apple очень сильно ставит палки в колеса развитию. Любому. Потому что, ну, уже настолько замыкает инфраструктуру на себе. Но это не последний, кстати, повод, из-за чего я вообще не очень люблю Apple. Я понимаю, чем они руководствуются, но мне это не симпатично. Честно скажу. Вышел Chrome 110 без поддержки Windows 7 и Windows 8 и 8.1. Обновленный браузер больше нельзя установить на старые версии операционной системы. Интересно, вы ими еще пользуетесь? Зато в новом релизе появился ряд улучшений. Вот некоторые из них. Улучшен менеджер паролей. Добавлена поддержка биометрической аутентификации в настольной версии. Кстати, шикарная штука. У меня во многих компьютерах есть датчик отпечатка пальцев. Улучшено управление переводчиком без необходимости переходить на его сайт. Также добавлен новый псевдокласс Picture-in-Picture, который позволяет разработчикам настраивать медиаплеер в режиме картинка в картинке. Давно пора, честно говоря. У меня, например, Opera прекрасно работает в этом режиме уже давным-давно. Учитывая, что она работает на том же движке Chromium, ну, пора бы и самому Chromium как-то этим озаботиться. Ну, и вопрос о том, что поддержка старых версий Windows. Блин, я не понимаю. Ну, ладно, я еще понимаю людей, которые пользуются Windows 7, она была довольно хорошей. Но людей, которые пользовались Windows 8 на компьютере, я, понятие, вообще не в состоянии. Она же уродская. Сорян. Ну, правда. Ну, десятка же намного лучше. Ну, 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 Риллия. Зачем вы это делаете? Перестаньте это делать. Вышел превью Android 14 для разработчиков. Google представила доступ разработчикам к первой предварительной версии грядущей мобильной операционной системы Android 14 Preview 1. Как правило, Google держит в секрете окончательный набор новых функций ОС как минимум до проведения конференций ИО. Однако некоторые новые фичи и возможности все же доступны в Android 14 Preview 1, и о них можно рассказать. Итак, подтвердились слухи о том, что Android 14 заблокирует установку старых приложений. Подробно об этом я рассказывал в прошлых выпусках. Одной из новых функций стало нелинейное масштабирование шрифта. Идея состоит в том, что мелкий шрифт будет масштабироваться более заметно, чем крупный шрифт. Ранее линейное масштабирование одинаково увеличило все шрифты, в том числе и крупные. Вместе с тем, Google расширяет ограничение размера шрифта со 130% до 200%. Я думаю, Android-разработчики понимают, о чем разговор. Мне, как не разработчику Android, не очень понятно, что сильно изменится. Но сама по себе идея выглядит вполне здравой. Зачем увеличивать большой шрифт так же сильно, как и мелкий? Явно человек хотел увеличить именно мелкий шрифт, чтобы его прочитать. Зачем заголовки-то увеличивать настолько? Так что, в общем, здравая идея. Люблю, когда что-то делается с точки зрения здравого смысла. Также компания реализовала изменения, связанные с оптимизацией фоновой работы. Ха-ха-ха-ха-ха. Хотя каких-либо подробностей на этот счет пока нет. Кроме того, Android обновляется до OpenJDK17. И Google заявляет, что, цитирую, усердно работает над тем, что полностью включить функции языка Java 17 в предстоящих предварительных версиях для разработчиков. Конец цитаты. Ну что ж, Java 17 дотянулась, наконец, до Android. Android 14 скоро выйдет. Мой Asus Zenfone 8 обновился до 13-го Android. За что ему большое спасибо, потому что обновился он фактически без никаких проблем. Обновление на 12-й Android, напоминаю, у меня было прям полезным очень. Отваливалось все, что угодно. Он глючил как угодно. Вообще творился какой-то ад. На 13-й Android перешел абсолютно без проблем. Не знаю, не знаю. Посмотрим, что там будет с 14-м Android. Хе-хе-хе. Opera добавит чат GPT в боковую панель браузера в рамках внедрения новой функции сокращения. Разработчики браузера пояснили, что только начали тестировать чат-бота. Они также думают над тем, как еще можно использовать его в Opera. Новая опция будет кратко пересказывать пользователю содержимое страниц в интернете. Причем не только текстовые публикации, а любые ссылки. В Opera рассказали, что функция сокращения упростит для пользователей потребление большого объема контента. Правильно, клиповое мышление. Вот это все. Зачем думать? Чат-же пяти за вас обо всем подумать. Так, извините, я начал бурчать. Если без шуток, то я вам говорил, что рано или поздно, я думаю, что даже, в принципе, скорее всего, в этом году поле поиска, которое по умолчанию было во всех браузерах давным-давно, как поисковое поле для Google, постепенно станет, может быть, даже прям не постепенно, а очень скоро станет полем для общения с искусственным интеллектом. Вот просто можете скринить этот кусок и говорить, что вот Демченский сказал, что это очень скоро наступит. Да, это очень скоро наступит. Возможно, пока это будет отдельное окошко, но довольно скоро оно станет основным. Так же, как стало основным окошко поиска вместо поля ввода. Согласитесь. Google планирует добавить чат-бота Bart в Chrome OS, назвав его Brad. Что бы никто не догадался. Ну, это наше предположение. Разработчики Google добавили в тестовый исходный код Chrome OS экспериментальную функцию разговорной поиска и обозначили имя и ответственную за это. Опцию назвали Brad, что похоже на шутливое преднамеренное неправильное написание Bart. В новой тестовой версии Chrome OS, если у пользователя включен флаг Conversation Search, то OS откажется от встроенных функций штатного поискового ланчера и заменит их чат-ботом Bart. Профильные эксперты пояснили, что процесс внедрения Bart все еще находится на ранней стадии разработки. Поэтому, возможно, многие тестовые опции, связанные с ним, в Гугле еще скорректируют. Либо же изменят даты, на которые планируется развертывание чат-бота на пользовательских системах. Постепенно искусственный интеллект и их чаты станут неотъемлемым инструментарием, которым будут пользоваться все сотрудники всех направлений. Я вам это говорил и буду повторять постоянно. Microsoft и OpenAI позволят клиентам создавать брендированные версии чат-GPT. Напомню, что Microsoft тесно сотрудничает с OpenAI, а в январе заявила, что инвестировала в компанию миллиарды долларов. Я бы сказал, миллионы нефти. Но неважно. Сейчас же стало известно, что Microsoft планирует разрабатывать технологию для компаний, школ и правительств, позволяющих создавать собственных ботов с помощью чат-GPT. Техногигант поможет клиентам запускать новых чат-ботов или улучшать существующие с помощью своей технологии. Дополнительной опцией станет возможность загружать свои собственные данные и улучшать голос своих чат-ботов. Для того, чтобы предложить новый продукт, Microsoft потребуется актуализировать чат-GPT, поскольку чат-бот обучали на информации, вышедшей до 2021 года. Кроме того, технология должна помогать находить прямые ссылки на первоисточники, которые использует искусственный интеллект. Тут рассказывал кто-то из знакомых о том, что когда он попросил чат-GPT дать ему ссылки на работы, которые он использовал в качестве примеров, тот эти ссылки просто придумал. Так что, сорян, так работает. Доу получил скриншоты тестирования чат-бота BART от Google. Google продолжает испытывать свой чат-бот BART с искусственным интеллектом. Источник Доу в компании предоставил внутренние скриншоты тестирования нейросети. Они свидетельствуют о том, что BART способен реагировать на аргументы собеседника, извиняться за ошибку, о господи, и обещать учесть этот опыт в будущем. Вы поняли. Чат-боту задали вопрос о первопричине войны в Украине. Причем вопрос был поставлен именно так. О войне в Украине. Нейросеть в ответ написала список причин с формулировкой, одной из которых собеседник не согласился. Бот признал свою ошибку и извинился. Забавно, что нейросеть назвала войну именно российским вторжением в Украину и использовала правильную формулировку, в отличие от человека. Ну, потому что логично, да? В настоящее время BART передали инженерам для тестирования. Анонсировали, что впоследствии технология станет доступной общественности. Но пока это не произошло. Источник DoofGoogle утверждает, что многие инженеры недовольны тем, что доступ к этой технологии все еще закрыт. Стопэ, ребята. Вас судьба киберпанк 2077 ничему не научила? Вы решили выпускать сырой продукт? Да? Типа пусть ребята развлекаются. Не надо так делать. Давайте мы доведем до конца, чтобы все это работало как надо. И тогда покажем общественности. Я понимаю, что сейчас после выхода чат GPT в общее использование и так далее, все это жутко на хайпе. Но гораздо лучше выпустить не глюкавый и невнятный искусственный интеллект. Пусть общественность поиграется с тем же самым чат GPT, угомонится. И выпустить, наконец, удобный инструмент, который будет делать действительно все то, что нужно. И я очень надеюсь, что Google пойдет именно этим путем. Вы знаете, я к ним очень неоднозначно отношусь. Но мне кажется, что что, а все-таки доводить до какого-то приличного состояния свои продукты они умеют. Да. Чат GPT сдал медицинский экзамен на право работать врачом в США. Чат-бот правильно ответил почти на 89% вопросов и заданий теста. При том, что проходной порог составляет 60%. В рамках научного исследования два практикующих доктора оценивали работу чат GPT. А расхождения в результатах теста рассматривались отдельно третьим экспертом. Отмечу, что данный экзамен считается одним из самых сложных медицинских тестов в мире. А его сдача подтверждает высокий уровень знаний и компетенции начинающего врача. Ко всему прочему, во время проверки чат GPT выяснилось, что нейросеть предоставила, по крайней мере, одно важное открытие при установке диагноза, который было, цитирую, новым, неочевидным и клинически достоверным. Конец цитаты. Я в шоке. Специалисты считают, что чат GPT может стать ценным инструментом для получения медицинского образования. Как и любого другого, добавлю от себя. Они рассказали, что чат-бот обладает частичной способностью преподавать медицину, выявляя новые и неочевидные концепции. Вау, вау, вау. Об этом использовании я даже не подумал. А вообще-то, в принципе, если задуматься, то врач, собственно говоря, это тот самый человек, который собирает симптомы, анализирует и ставит диагноз, исходя из максимального количества найденных симптомов, чтобы совпадало со всем видимым поведением. Черт! Это выглядит как задача для искусственного интеллекта. Прямо эзыс. Я в шоке. С другой стороны, как говорил кто-то из великих врачей, если после посещения врача пациенту не становится лучше, то это не врач, а шарлатан. Я вот что-то сомневаюсь, что этому критерию хорошего врача искусственный интеллект будет соответствовать. Все-таки личные связи и то, что человек пришел тебе помочь, это само по себе очень важно. Но если врач сможет проконсультироваться, а он сможет проконсультироваться с искусственным интеллектом и проверить свои догадки, и прикинуть, возможно, и другие варианты, это будет просто охеренно. Я думаю, что мы на пороге большого шухера. Это прям клево. Да. Друзья, информация на моем канале полезная для вас. Не забывайте поставить палец вверх. А знаете, где еще интересно о программировании, дружеской атмосфере и больше меня? В инстаграме FoxMinded. Если еще не подписались на страницу, мы ждем. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!